Во время проведения групповых занятий, мою страничку видно, мы с ребятами, учениками 11 класса, повторяем, используя данный материал. Например, для того, чтобы повторить тему из 10 класса, мы легко открываем свой курс и осмотрим тему термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. Итак, здесь очень хорошо подобраны задания в данной теме, и они очень даже помогут ребятам разобраться в данной теме и повторить эту тему. Обратите внимание, с правой стороны у нас с вами есть формулы для решения задач. То есть не надо нам где-то искать какие-то шпаргалочки, мы легко находим здесь все ответы и используем это при решении задач. Далее при составлении разных задач, также здесь, обратите внимание, подбираются формулы к решению именно этих задач. Задачи, которые я вам сейчас демонстрирую, это задания, которые включены в первую часть КИМОВ ЕГЭ. Далее есть у нас также очень много таких заданий, где ребята могут потренироваться, проверить себя. И решая эти задания, вот именно такие, в первой части, мы сейчас находим с вами еще задание с открытым ответом из второй части. Именно такая задача имеется в... Это 29-й, 30-я задача в КИМОВ. Часто встречающаяся задача по данной теме. В конце, когда ребята... Ну, на это уходит, конечно, не одно занятие на повторение. В конце ребята могут проверить... Смотрите, здесь вот есть графические задачи, которые часто также встречаются в ЕГЭ. И могут проверить себя, выполнив следующее задание из рубрики «Проверь себя» и готовимся к ЕГЭ. Далее хотелось бы показать следующее. Еще есть хорошая тема, которые также... Задания включены в КИМОВ. В КИМОВ. И рассматриваются здесь, в геометрической оптике. Это уже 11-й класс. Но с ребятами мы это повторяем при подготовке к ЕГЭ. Рассматриваются полностью задачи с подсказками. Есть действий, что нужно в первую очередь сделать, во вторую и так далее. И что мне очень нравится, что здесь вот есть даже вывод формул. Причем не просто написано, как это сделать, а все это идет с озвучкой. Изучая в учебнике, ребята иногда и не понимают, что же там прописано. Но здесь очень хорошо озвучивается и делается вывод формулы. Я, конечно, все здесь показывать не буду. Здесь показываю вам возможности использования. Посмотрите, здесь очень-очень много у нас с вами заданий, которые можно даже прорешать. И есть задания из астрономии. Мы знаем, что 24-е задание также у нас из астрономии включены в ЕГЭ. Если эти задания мы выполняем с ребятами на подготовительных занятиях, то вот есть задания, которые они могут выполнить дома. Я назначаю данное задание. Эти ребята выполняют его. И посмотрите, пожалуйста, появилась очень хорошая функция, о которой говорила Екатерина Владимировна. это сделать чертеж. Они могут его нарисовать, этот чертеж. Они могут его прикрепить, либо сделать фотографию, но появилась новая функция – это графический редактор. Единственное, что мне чуть-чуть бы хотелось здесь еще линии добавить. Вот прямые линии, потому что мышкой, допустим, рисовать не ровненькую линию иногда не получается. Ну, это я говорю про себя. Вот такие возможности. Ребенок выполняет эти задания, и мы тогда видим его ответы. Учитель может составить отдельно список сдающих ЕГЭ и может проверять тестовые задания. Как мы это делаем? Открывая электронный журнал и проверяя задания у ребят. Вот в электронном журнале они выполняют задание «Проверь себя», они выполняют задание подготовки к ЕГЭ, и мы видим с вами, но, к сожалению, вот здесь есть и такие оценки, не все же хорошие. Вот это мое маленькое такое пожелание. Но я надеюсь, что все у нас меняется, все течет, все изменяется, и эти наши пожелания, возможно, учтут. Я вам сейчас немного показала, так, прошу прощения, у меня вот такая система немножко, показала, как можно использовать ресурсы МЭО при подготовке к ЕГЭ. Спасибо за внимание.